Здравствуйте! Тема, конечно, давно забытая, но нужно понимать, что несколько веков назад, ну, начало XIX века, знаменовалось тем, что нам внедрили такое понятие, как наука. До этого у нас была тривия. Тривия — она волшебным способом созидала мир. Ну а после её выхолостили, оставили только некие механические данные, которые науку снизвели до сегодняшнего состояния, точнее, до состояния, когда она не знает, что такое эфир. Эфир — это строительный материал всего сущего. То есть всё, что мы видим и не видим, всё состоит из эфира. В пространстве есть только эфир и вращение. В физике такое явление называется спином. То есть спин — это вращение, по-русски говоря. И когда мы всё сущее характеризуем как эфир, мы понимаем, как с этим работать. То есть это некая субстанция, которая помогает руководить этим миром и формировать его. Многие, ну, я думаю, что все смотрели «Матрицу» первую часть, и там был такой момент, когда ты понимаешь, что ложку можно гнуть. И она гнётся, и в древнеправославии этот факт рассматривается. И, в принципе, если ты понимаешь, как законы физики работают, ну, современные, будем так говорить, законы физики, на самом деле законы тревии, то ты знаешь, как управлять этими процессами. То есть это не сказка, это действительно факт, который имеет место быть. Поэтому, чтобы с этим миром взаимодействовать, нужно понимать, как он устроен. Вообще, почему я взяла эту тему? Дело в том, что я пришла на волшебный канал, где люди автономы. Для меня это вообще чудо чудесное. Я вообще в восторге, что у меня есть возможность хоть как-то приобщиться к энергетике вас, дорогие мои, и слушатели, и руководители канала. Почему я это говорю? Потому что вы явный, яркий показатель того, как можно обходиться без допинга, допинга, энергоинформационного в виде еды, сна и всего остального, и спокойно жить. И мне, конечно, хотелось как-то, ну что ли, поспособствовать этому делу, рассказать, как можно питать себя, питать себя из эфира, из строительного материала всего усущего, для того, чтобы, собственно, компенсировать то, от чего вы отказываетесь. Но я, в принципе, думаю, что это правильный путь. Так вот, когда я заинтересовалась еще лет 15 назад, ну, точнее, 19 лет назад, заинтересовалась вопросом эфира, еще на тот момент я нигде не могла книг найти. Но когда я стала на книжных рынках, там разные книги по физике, по математике покупать, я еще была абитуриенткой, будущей абитуриенткой вуза, поскольку у меня первое высшее образование – это Мехмат, механико-математический факультет. И мне было это все интересно. То есть, когда я поступала, я уже понимала, что есть некая субстанция, эфир, но об этом писалось только в каких-то очень таких книгах, которые мне было не по карману купить. Ну, потому что все сакральные книги, они, ну так скажем, стоят прилично. И ту информацию, которую я черпала из источников сакральных, мне было недостаточно. Естественно, я нашла все, что могла, а потом уже столкнулась с древнепровосланием. Чуть-чуть позже уже, будучи студенткой. Так вот, оказалось, ну это, в принципе, известный факт, те, кто в этой теме варится, знают, что Менделеев, он не эту таблицу, которую нам подсоют в школе давал, во-первых, первым элементом, который был указан в таблице Менделеева, это был эфир. Понятное дело, что нам это знать не дадут. Если мы будем знать, что это первый элемент, из которого, собственно, можно синтезировать и производить вообще все, что угодно, то отсюда вытекает достаточно много фактов физических, которые пока никак физика не объясняет. То есть как они, почему происходят, как синтезировать золото из любого элемента, как сделать себя лёгким, об этом мы сегодня ещё будем говорить, то есть левитировать, как, например, питаться энергией пространства и не употреблять пищу. Об этом тогда пришлось бы говорить. И, соответственно, об этом все молчат и никоим образом нигде об этом не показывают, даже ни сном, ни духом, что, не дай Бог, человек никакой не догадался. Но это факт. То есть первым элементом в таблице Менделеева был эфир. Вообще вся таблица, если в общем говорить, это большая обманка. Взять Болотова, который уже больше тысячи элементов открыл, и сравнить с таблицей, которые, собственно, нам предоставляют, то это одна, условно говоря, сотая часть того, что должны нам рассказывать как минимум. Причём новый элемент открыть – это не так сложно. Нам там рассказывают с валентностями какая-то засада, что якобы это какая-то проблема. На самом деле нет. Во-первых, потому что валентный ряд, он неправильно у нас сейчас выглядит. Во-вторых, мы всё рассматриваем с точки зрения только химии и физики, а как же все остальные науки. То есть когда всё разрознено, очень сложно собраться с мыслями и что-то сгенерировать. Так вот, если мы вернёмся к эфиру, в силу того, что это строительный материал, и его обозначали именно таким все физики, астрономы, астрологи, все, кто имел отношение к тривии, у нас сразу становятся вопросы. Как же его, собственно, приручить? Как его материализовать и как его обличить? Дело в том, что если всё состоит из эфира, то чем же, например, стол отличается от человека? То есть какой бывает эфир, каких бывают разновидностей, как им управлять, что он из себя в принципе представляет, какую форму он обличим, что является неким источником эфира, грубо говоря, кран открываешь, течёт вода. Что является источником эфира для того, чтобы его взять? Потому что он везде, но он уже материализован, то есть он обрёл чёткую, ясную, понятную структуру. И тогда всё это начали в параллелях, те, кто работал в этом направлении, и я в том числе, стали параллелить и узнавать, а через что можно взять? Мы знаем, что миром правят числа и их соотношение. Про вторую часть этого высказывания практически никто не говорит ни слова, потому что если ты скажешь за соотношение, сразу возникает вопрос, а что тогда знают люди, знающие о соотношении, какими магическими способами привлекают к себе эфир. Так вот, раз миром правят числа, и их соотношение, то числа можно визуализировать или воплотить в некую форму. У нас есть плоскостные фигуры, ну и с точки зрения математики, есть объёмные фигуры. Мы все в основном в плоскостном варианте живём, поскольку когда мы доходим до объёма, у нас начинается в школе геометрия, у нас начинается пространственное мышление, благодаря которому мы решаем задачки, но мы не понимаем, зачем мы это делаем. Дело в том, что любая объёмная фигура, она является источником эфира. И все, наверное, заметили, что раньше, ну вот ты какой-то план себе не нарисуешь дома, ну если на приусадневном участке живёшь, такой ты и строишь. Даже вообще было неважно, ты мог построить дом, а потом его как-нибудь так зарегистрировать, и то так, ну пришли люди там, посмотрели, дом стоит на капитальном фундаменте и всё. У нас сейчас прямоугольные все, так скажем, здания, но это неправильно. То есть у нас есть ещё сферы, у нас различные углы, куполы и всё остальное. То есть многообразия сейчас нет. Соответственно, нет того эфира, который должен быть. Всё, что квадратное, будем так говорить, всё, что имеет кубическую форму, это всё энергия Земли. То есть это то, что заземляет, то, что делает материальным. Наверное, многие замечали, что вроде бы в помещении не находились люди долгое время, не было, например, там каких-то тканей, которые сыпятся. А откуда это берётся пыль? Вот откуда берётся пыль? Нам рассказывают, что это остатки неких тканей, либо биологические какие-то чешуйки, кожи, которые падают. В общем, нечто биологическое, что осыпается. На самом деле нет. Это недоматериализованные мысли. Вот было замечено, что пыли больше там, где, например, люди учатся, либо мыслительной какой-то деятельностью занимаются. То есть пыль – это недоматериализованные мысли. То есть сейчас, да, эфир, он продолжает работать. Он работает так, насколько он может. Потому что мысль сейчас, она достаточно слабая. Как её укрепить, мы сегодня ещё будем говорить. Вот, соответственно, чтобы мысль была материализована в том помещении, в котором находитесь, соответственно, у нас кубические все формы, ну, будем так говорить, условно кубические, потому что параллелепипед, мы знаем, что он не куб, да, там стороны все не равны друг другу. Но так или иначе, то есть некие кубические формы, будем обозначать так, они способны материализовывать, давать энергию, давать потенциал, давать эфир материализации, то есть Земли. Если бы была возможность посмотреть на другие эффекты, то есть других, например, там, пирамиды, да, вот почему, ну, мало кто, может быть, об этом знает, но я напомню, что в советские времена любом киоске, там, где продавались журналы, книги какие-то, достаточно популярные в это время, продавали ещё специальные пирамидки, в которых можно было заточить лезвие или нож. То есть не нужно было по камню делать вот такие движения или не было таких точилок, которые механически натачивали нож. А была пирамидка, в которую можно было погрузить лезвие и, соответственно, оно становилось острым, то есть оно возвращало себя в первозданное состояние. А почему так? Дело в том, что когда мы пользуемся острым предметом, то частички стали или того материала, с которого кольщий, режущий предмет сделан, они остаются на всех предметах, которым мы касаемся. Ну и постепенно зазубринки появляются. А вот пирамида, она позволяет вернуть то, что было утеряно на место. То есть она телепорт. То есть мало кто об этом рассказывает дополнительно, нужно знать, что тетрадер – это огненная структура, огненный эфир. Но будем последовательно. Просто я привожу пример того, что было хотя бы известно в советские времена или царские времена, ну совсем недавно, условно говоря. И сейчас для нас это кажется каким-то чудом, как это происходит. А раньше никто не задумывался, у каждого в доме эти пирамидки были, и все им пользовались. Даже на Блашином рынке такие пирамидки можно найти. Говорят, что они с советских времен, сейчас их как некие статуэточки используют, просто для украшения дома. Но мало кто знает, что если колючий, режущий предмет погрузить, то есть они такие со створчиками, то есть туда можно просунуть. Ну и, соответственно, наточить все, что затупилось. То есть волшебство, оно построено на обычных материальных законах, которые нам сейчас говорят, что они не существуют. Но они здесь и сейчас, они все существуют. И, конечно, раз это так, значит, мы будем разбираться с этими геометрическими объектами, с этими объемами, которые позволяют, ну так скажем, вернуть наше наследие в бытовуху, в нашу, в обычную. То есть чтобы мы жили и понимали, что это норма, это нас питает. Особенно вам, которые не спят, не кушают и, в принципе, по правильному пути движутся. Эти источники энергии, они будут важны и нужны. Поэтому, конечно, сегодня я подготовилась, даже небольшую распечатку сделала, для того, чтобы вам все показать, и вы все это могли дома применять. Конечно, мы знаем, что, ну вообще, почему, почему все есть. Мы просто не понимаем, на что мы смотрим. Если корабль высаживается где-нибудь на необитаемом, вернее так, на обитаемом острове, но там популяция людей, которые никогда не видела, например, корабль, то тот, кто живет на острове, он будет смотреть на корабль и не понимать, и он его не будет видеть, потому что в нашей природе, в нашем мире этого объекта не существует. Мы с ним не работали, мы его никогда не видели. Соответственно, у нас не возникает рефлекторное осознание, что с этим делать. Вот нам сделали вброс. Тайм никаких нет вообще в космосе. От слова совсем. Все все знают. Единственное, есть вариант такой, что ты смотришь на что, но ты не понимаешь, на что ты смотришь. Вот нам сейчас, почему разумные космосы, все цивилизации, они говорят, что мы неразумны. Почему? Потому что вся информация у нас есть. У нас просто нет сигнальных систем. То есть у нас, ну кто знает.